Всем привет! Начинаем наше очередное занятие. Сегодня мы запускаем небольшой месячный курс тренировок, который носит название «Три мушкетера». К сожалению, пока мушкетера только два. В течение месяца, каждую пятницу, мы будем разбирать вживую игру двух наших учеников, которые впоследствии также будут проводить тренировки на нашем ресурсе. В прямом эфире будем разбирать их базу, отвечать на вопросы, смотреть раздачи, давать домашние задания. И при этом все остальные участники также смогут принимать в тренировках непосредственное участие, в частности, вместе с нами просматривать собственные ошибки такого же характера и по желанию выполнять домашнее задание на текущую неделю, которое мы будем озвучивать в конце тренировки. Ну, как я уже сказал, к сожалению, пока у нас записалось только один человек на участие подобного рода тренинги, и он уже в подобной тренировке принимал участие. Это Иван Дюк. Вам он уже, наверное, знаком. Я вижу, Лаган тоже тут появился, но почему-то он в этот раз не оставил заявку на участие. Так. Ну, сейчас я переключусь на экран Ване, звоню ему. Вы пока напишите в чат, как меня слышно и видно, есть ли картинка и звук. Отлично. Так, да, там были какие-то небольшие неполадки с трансляцией. Так. Ну, все, вот сейчас видно. Правда, не в полном окошке, но ладно. Алло. Да, привет, Ваня. Привет, привет всем. Да, вижу твой экран, нормально, более-менее. Так, последняя какая дистанция, 2500 рук. Это что, у тебя последняя сессия или что это? Вчеряшняя сессия, да. Ага. Понятно. Ну, вообще скажи, как у тебя идет последнее время? С предыдущих тренировок прошло, наверное, чуть больше месяца. Как у тебя вообще складывается? Да, ну, у меня просто случилось такое приятное событие. У меня родилась дочь сразу после тренировок. Результат налицо, да. Ну, я здесь не в речи, если что. И так получилось, что я практически месяц, ну, вот, перестал катать, потом 8 марта, с 8 марта как бы возобновил, вот, и очень мало наиграл. Сейчас, как бы, прошел уже месяц, и я вот вчера, по сути, первую такую сессию катал, чтобы подолгу, не в оптимальном, конечно, состоянии, но возвращаюсь понемногу, вот. Вот, катаю, как катал НЛ-100, НЛ-200, куда планировал шотить. Честно говоря, не знаю, как, почему меня еще не разделит там, так как, откровенно говоря, очень часто играю в ужасном, неоптимальном состоянии, по-моему, играл, особенно вчера, но... Ну, не знаю, я, на самом деле, уже сталкивался на стартах с Ваней на своих лимитах. Он же успел меня за open 4 бейт, насколько я помню, и там, пихать в меня, когда я в него 4 бейт. Не знаю, эксплодит своего тренера по полной. Ваня, я тебя попрошу, пока это самое, там на трансляции опять видно мой скайп, закрой его, пожалуйста. А, видно, да? Да, ну там... Ой, сори, все, извини, извини. Да, ну вот, в принципе, у меня ошибки, по большому счету, редко бывают ситуации, где я вообще не знаю, как поступить. Где я заливаю деньги, это там, где я знаю, что надо сфолдить, допустим. Ну, потому что, ну вот, ты научил там по статистике посмотреть на агрессию, на всякие компоненты, но почему-то, я не знаю, у меня не получается. Просто думаю, ну в этот раз кол, в этот раз буду коллировать. Ну, это, да, это известная проблема. Редко бывает, что я, ну не знаю, что делать, но кол. То есть, вот, я в принципе представляю себе спектр оппонента, но как-то не могу дисциплинированно не выкинуть, не что-то сделать. Начинаю что-то придумывать, какие-то там фантастические брифпуши и еще что-то такое, что... Ну, то есть, замазываясь, короче, не знаю. Да, да, я понимаю, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, опять же, это два аспекта подобных кола, почему они происходят. Они еще были описаны в самых первых разделах стратегии. На самом деле, они справедливы и для игр на любых лимитах. На низких каких-то, на микролимитах или на лимитах выше. Здесь все просто. То есть, обычно это связано с двумя основными составляющими. Ну, можно три выделить, но, наверное, на твоих лимитах уже одна точно отпадает причина. Ну, там, две основные причины. Это все-таки не достаточно уровень спилан, как ни странно. А второе — это, ну, игра в неоптимальном состоянии и тильт. То есть, если... Ну, то есть, как происходит, допустим, ты делаешь какой-то плохой кол большой, допускаешь, там, или, наоборот, ты блеф-пуш делаешь, ты не кол. То есть, ну, делаешь какую-то ошибку и понимаешь уже постфактум, что ты допустил ошибку. И постфактум, то есть, ну, ты видишь showdown, допустим, и ты понимаешь, что вроде ты ошибся. Или ты оцениваешь потом раздачу и понимаешь, что ты допустил ошибку. При этом, когда ты оцениваешь раздачу, допустим, после того, как ты сыграл, для тебя это ошибка очевидна. То есть ты не можешь понять, как ты так вообще сыграл, почему ты здесь нажал кол, почему ты здесь не выкинул, хотя здесь все очевидно. Это связано с тем, что есть те знания, которые еще не дошли у тебя до уровня автоматизма. Для того, чтобы их воспомнить и использовать на практике, тебе нужно задействовать ресурс своего мозга. А если ты играешь в неоптимальном состоянии, ресурс своего мозга и память тебе задействовать все сложнее. То есть ты не можешь все вспомнить, о чем тебе нужно подумать, или вспоминаешь только частично. Пацаны начинают тебе подсовывать какие-то аргументы, допустим, за кол, при этом оно не подсовывает тебе аргументы, скажем, за кол. То есть ты не можешь сравнить, адекватно все взвести, из-за этого принимаешь неправильное решение. То есть если брать в глобальном плане, то это, естественно, лечится поднятием твоего уровня игры, даже твоего уровня игры именно на автомате, то есть какого-то B, C, гейма, когда для тебя какие-то решения уже становятся дефолтами, и ты, в принципе, не можешь допустить в них ошибку. То есть для тебя они настолько очевидны, что хоть, не знаю, тебя в 3 часа ночи разбуди и скажи, что тебе здесь нужно сделать, ты нажмешь кол. А пока они тебе не доведены до уровня автоматизма, пока ты еще сомневаешься, тебе нужно подумать, тебе нужно что-то вспомнить, взвесить, тогда, естественно, ты можешь допустить ошибку, когда ты играешь в неоптимальном состоянии. То есть ты это не вспомнишь, ты это не взвесишь, ты там, может, будешь раздражен или устал, не выспался, и, соответственно, из-за этого ты нажмешь плохой кол. Ну и как бы как это лечить? Ну, не у всех есть возможность не играть в неоптимальном состоянии. Вот, допустим, у меня нет возможности не играть в неоптимальном состоянии. Многие покеристы, которые уже там играют 0 и 0, 100+, они нигде не работают, они могут сами свой график дня выстраивать, и, собственно, вы можете сделать так, чтобы, ну, играть всегда там в состоянии близком к оптимальному, то есть, ну, это на вас только висит, что вы там играете не выспавшимися, там, и так далее, и тому подобное. Если ты говоришь, там, у тебя родилась дочка, да, еще много предел, ну, понятное дело, что ты не можешь всегда себе позволить играть в оптимальном состоянии. Я, допустим, тоже у меня полный рабочий день, кроме катки, я сажусь играть только ночью, когда я уже выжатый, как лимон, соответственно, я играю на автопилоте, и тут, то есть, ну, либо менять свой распорядок дня, что не всегда возможно, если это невозможно, соответственно, ну, единственный вариант, это, собственно, прокачка своего автопилота, и, ну, тут еще очень важно знать, в какую сторону копать, собственно говоря, то есть, в какую сторону автопилот прокачивать, и где ты допускаешь эти ошибки, где они чаще всего повторяются, какого у них характера, потому что, ну, направлений-то работают очень много, то есть, ты можешь там разбирать спектры, смотреть в флабзиле что-то, разбирать раздачи, и так далее, и тому подобное, но это можно делать, там, до десятков разных спотов и линий, то есть, ну, если ты чувствуешь, что ты вот совершаешь такие плохие колы, нужно их как-то несколько систематизировать, и понять, откуда ноги растут, чтобы в этом направлении работать. Ну, сегодня, собственно говоря, может, мы постараемся это сделать, у тебя будут такие раздачи попадаться в оценку. Все, все подряд, я просто тоже вчера играл там с часу до пять, с часу ночи, то есть, как раз в такое время у меня было свободно, я решил катнуть, просто заметил, что действительно в такое время ночью, я думал, что это, ну, все фигня, нормально буду играть, ну, действительно, иногда просто в лень открыть поп-ап какой-то, посмотреть какой-то стат, ну, и ты смотришь на общие показатели, что-то принимаешь, а потом с ужасом после раздачи постфактум видишь неутешительные какие-то цифры, ну, да. Понятно, ну, давай перейдем к раздаче, посмотрим, как вообще складывается. Да, ну, я думаю, что я держусь пока еще на ремите, потому что, ну, я очень селегчу столы и сажусь только под жирных фишей. Если фиш хоть чем-то мне не нравится, я ухожу, и поэтому, возможно, я еще не полностью так, а еще у меня очень часто что-то холодом зависает. Итак, сейчас. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok